и снова всех приветствую на своем канале как вы уже наверное поняли это продолжение обзора моей чайной коллекции сегодня она будет посвящена чаю кудин который в принципе не чай но в прямом смысле но все таки называется как чай кудин это падуб широколистный который или паду по широколистный я не знаю как правильно все-таки ударение ставится который растет в южной части китая это вечно зеленое субтропическое растение кудин известен в китае более 2000 лет и в китайском словаре он изображен как вот так ну и читается соответственно кудинча вообще вот этот вот иероглиф это иероглиф чая и на некоторых фуэрках он присутствует просто даже как виде печаточки такой в общем кудинча в переводе с китайского это обозначает горькая трава но иногда ее еще называют горькая слеза как вот можно примеру увидеть вот здесь я не знаю сильно дисфокусируется камера но вот именно на этом пакетике он переводится как горькая слеза вообще в принципе именно как горькая трава или горький чай горькая трава чай можно тогда рассказать в общем растет он южных провинциях китая и по легенде которая ходит по интернету 1 2 китайцев точнее половина китая пьют кудин как лекарство другая половина китая пьют кудин просто как чай ну или как чайный напиток вообще он очень полезный но хочу сразу вначале сказать он конечно полезен при желудочной боли их и допустим при желудочном гриппе как я его пила при на сессии вечером приехал сессии допустим температура заварил одну палочку такого чая и утром уже весь как огурчик но если вас вы попали в спору обострения допустим того же гастрита то это лучше все таки не злоупотреблять и мы вообще лучше подождать и не пить потому что как случайно я проверила на своем знакомом карельском программисте хекси который вряд ли смотрит мои видео поэтому ему снова при это не будет он в общем обострение только усиливается и больше луки начинается соответственно в общем тут у меня все вместе но я потом расскажу про каждый пакетик по отдельности все сейчас я гляну свою шпаргалку потому что я конечно помню про кудин но не настолько чтобы совсем все знать собирается он только весной и вообще бывает скрученный прессованный вот я сейчас камеру немножко направила как раз вот на этот кулечек вот как раз он тут прессованный и россыпью россыпь это вот у нас вот здесь эти два пакетика я потом про них расскажу вообще он так бывает скрученный ну и это иглы или веретена точнее или то или другое у меня по моему присутствует и то и другое в коллекции на данный момент еще у меня тут конечно есть все все четыре вида и прессованные листовой вообще самым крутым считается кудин шусью это листовой он собирается из молоденьких листочков которых собирают на желтой коре она же хуаншань и он дает более мягкий вкус мягкий такой травяной даже вкус но тот который не шусью а просто кудин он естественно горький очень и если не подольше его понастаивать то он будет очень-очень горьким и тот и другой дает такой светло-зеленый между светло-желтым до светло-зеленого настоя по цвету и у оба варианта выдерживают до трех заварок начну я пожалуй вот обзор своей именно коллекции вот с этого пакетика я даже забыла что у меня есть я думал он уже закончился это самый первый мой кудин который я вообще при него давно узнала но и все не могла нигде найти просила ксюшку которая вряд ли меня смотрит на всякий случай ксюша привет и она мне его доставала под новый год это уже очень давно и да кстати чем дольше он хранится принципе он не портится если прессованный да и роста если правильно хранить то ему в принципе ничего не будет так же как пуэр в этом плане и соответственно она мне нашла там по моему 100 грамм и очень надолго хватает или stories или 200 грамм я точно не помню но кто-то точно было на и покупала последний пакетик что-то он очень дорого тогда стоил я не помню я заказывал через нее чай тогда даже в каком это году было может быть 2009 даже может быть чуть раньше но суть такая что-то нам не привезла этот пакетик и до сих пор он еще есть и он в принципе очень экономично расходу каждый день его все равно не попьешь при всем желании тому что он горький да и не очень советуется его каждый день пить в идеале ну до пяти раз в неделю максимум сейчас я тут прочитаю какой он офигеть какой полезный как тут было написано чем кудин на самом деле так и есть выводит яды и шлаки из организма оказывает мочегонное действие снимает похмельный синдром снижает кровяное давление способствует похудению насчет похудения не знаю не замечала ну я вообще тощая так чтобы принципе может быть на ком-то это более заметно и снижению веса стимулирует сердечно-сосудистую деятельность снижает холестерин противодействует образованию раковых опухолей помогает организму противостоять радиации в общем как я в свое время подшучивала съездите на какой-нибудь там чернобыль куда-нибудь или в припять подживите там немножко а потом усиленно отпаиваетесь кудином и сейчас я попытаюсь достать эту палочку но и покажу и вот это это именно веретеном иглы они более острые с конца и начала и более прямые и вот такой палочки в принципе даже может быть две трети этой палочки вполне достаточно на чашку распускается он такими листиками обычно тремя-четырьмя на веточке и полностью распускается и отдает себя именно на третьей заварке и он горький я первый раз когда его заварила совсем забыла что он действительно горький как его заварить я настояла очень долго наставил минут 15 думаю надо же что-то он наверное неправильно заварила и бухнула всю заварку в чашку благо у меня рядом была раковина потому что я глотнула я не смогла это проглотить мне пришлось это полностью выплюнуть он очень горький но действительно при высокой температуре он хорошо помогает при простудах всяческих на сессии он меня просто спасал потому что допустим каждый день зачет и экзамены и вроде как не прогуляешь и утром приезжаешь учишься вечером возвращаешься и в ранее уставать я снова по новой это когда заочно училась ну в общем такие палочки меня спасали и соответственно у меня все кто в гостях были или выпрашивали ли я сама давала и я уже думала что у меня раздалось уже вот это вот все действие но он у меня кажется еще живой вполне себе это был вот первый мой кудин сюда я положу эту палочку так потом я говорила в первом чайном обзоре про пуэр что заказывал на чай б и чай ну и китайском долголетие вот вот этот чай он как раз вот таких же пакетиках был просто два или три я их высыпала именно вот сюда я не взвешивала это но может тут может 50 грамм может быть что может чуть меньше тут вот как раз рост и пион кудин шу-сю и вот эти два пакетика тоже они как раз все бы вообще на алия не заказывала себе кудин заказывал только маша удорю все 250 грамм сразу же вот я бы сейчас я попробую достать и вот если в прессованном видео совсем немножко нужно и начальника начался там максимум одну палочку кстати что я заметила тогда сильно так простужен и иногда горечь это не чувствуется я делаю до трех палочек очень хорошо да а похмельный синдром он действительно снимает и еще если вы вдруг страдаете каким-нибудь там точнее любите очень вредные привычки типа там травку покурить или чего-то кольнуться и тому подобное в общем у меня вот этот знакомый программист он на себе ставит опыты точнее я на нем стояла опыта и вот он говорил что похмельный синдром и прочие подобные синдромы он очень хорошо снимает так вот такой он скрученный немножко молодые листики и при заварке он дает такой яркая зеленого но ближе к зеленому настой точнее настой то прозрачно но листики становятся такими маленькими зелененькими листочками возможно я как-нибудь заварю его и специально засниму для вас здесь надо все-таки где-то совсем чуть-чуть потому что очень можно переборщить и будет действительно горько горько травяной такой вкус будет куда-то у меня тут палочку укатилась уже ну и она уже валяется здесь так ну и соответственно в общем вот не очень приятный на вкус но я думаю где-то одну треть чайной ложки на чашку или если вы в чашке завариваете или начальник вполне хватит на эту палочку и потом найдут после обзора надеюсь куда она у меня тут укатилась доверите но это вот был с чабыля это центра китайского долголетия про который он тогда рассказывала вот он единственный у меня остался именно в том пакетике правда цены уже нету здесь он тоже называется как горькая слеза я даже сейчас этого дракончика пытаюсь достать у меня его по-моему тоже было несколько нет два или один пакетик такой по-моему один пакетик все таки был вот он все еще у меня сохранял я точно не уверена кто тут иглы или веретено сейчас узнаем да вот это уже иглы вот здесь у меня иглы я не похоже на веретено но более изящные этот я покупала в каком-то чайном магазине как мне олеська потом сказала она вряд ли мне конечно смотрит чайный магазин после моего прихода закрылся вообще я что-то тогда очень сильно скупила это после моего диплома двенадцатом году который мы отмечали в тутаеве с тремя девчонками я олеська и любом ну и остальные у нас гуляли просто вот тут у меня веретено местами они поломаны это вот оно вообще было в пакетике то пакетика там такая штучка осталась я не помню название магазина я знаю что там был чай форсман продавался финский еще какой-то но от покупала я на развес и был там два пакетика вот это вот остатки уже 2 2 можно рассказать пакетик первый пакетик я уже благополучно выпила раздарила или у меня там кто-нибудь ну скорее чай кудин у меня не утаскивали а вот пыр скорее меня парочка людей умудрилась как-то утащить но не будем о грустном и вот третий это я заказывала на каком-то магазине чайном интернете в российском но я не помню его название по моему я там сделал один единственный заказ и что-то там изменилась доставка и самим но в общем я вернулась потом уже просто к чб и на чб все-таки удобнее заказывать и вот мне до веса я бы заказывал вообще пуэр и еще что-то но там короче профан какой-то был кажется из-за этого перестала там заказывать но мне мне повезло что он прислал мне по ошибке прессованный все у меня пытался я помню тогда на на дуке мне что-то пытался в двух посылках посылать на ложкой я хотела предоплаты делать но насколько помню в общем как-то но так вышло что он думал что обманывает меня но обманул на самом деле себя и вот такой вот прессованный кудин ничего ему не стало он у меня лежит уже около шести лет ему не холодно не жарко его чуть-чуть отламывая завариваю ну и настой такой же как у допустим вот такого я надеюсь я ничего не забыла вам рассказать более-менее все показала и россыпи пресс и веретено с иглами вот такая небольшая у меня коллекция кудина но еще я нашла в одном сучки про который я тогда говорила возможно первом обзоре про пуэр вот тут самый пуэр тянь вань синь он конечно не по теме тут все таки думала по сортам делать видео но раз уж я его не обозрела в прошлый раз сказать но нашла потом я его все-таки вам вскрою и покажу этот пуэр мандарине вот так он выглядит ну и заваривается соответственно берется маленький кусочек можно вот эту крышечку взять и берется пол чайной ложки максимум чайная ложка тут вам ливаться как раз кусочек в общем шкурки и получение ложки самого полуэра и на чайник или на чашку и вполне себе пьется вот так да и в следующий обзор чайной коллекции будет про матэ во-первых по просьбе трудящихся во вторых матэ и кудин как сегодня выяснила вот сколько лет знала матэ и кудин никогда не думала что они родственники в общем они оба по дубы только один широколесный другой как-то по ему тоже называется может быть тоже широколесный но разница латинской этих обозначениях несколько иная вот такой небольшой обзор если вам было интересно это видео то я очень рада ну и ставьте лайки подписывайтесь пишите каменты и до новых встреч пока